Самые дорогие Richard Mille. Какие модели бренда являются самыми редкими и самыми дорогими на сегодняшний день? Не сомневаюсь, что часы Richard Mille знакомы всем, без исключения поклонникам часовой индустрии. Одновременно с этим люди делятся на два лагеря. Первые возмущены высокими, мягко говоря, ценами на модели и искренне не понимают, что в них такого особенного. Вторые без ума от эффектных часов и постоянно восхищаются новыми дизайнерскими решениями. Как видите, равнодушных здесь нет. Сегодня мы подготовили для вас подборку из наиболее интересных и редких моделей бренда. Пристегивайтесь поудобнее, мы начинаем! На седьмом месте RM 018 Ammage Boucheron, лимитированная серия из 30 экземпляров. Часы с турбьоном были выпущены к 150-летию ювелирного дома Boucheron в 2008 году. Создателям показалась скучной идеей просто взять и усыпать безеле корпус модели бриллиантами, поэтому они придумали кое-что поинтереснее. Теперь драгоценные камни стали неотъемлемой частью механизма. Это первые наручные часы, в которых механизм с ручным заводом оснащен сапфировыми пластинами. А заводная головка выполнена в стиле Ходжоле Бушерон. Часы были проданы на аукционе в 2022 году за 1 миллион 700 тысяч долларов. Шестое место занимает RM 2704, лимитированная серия часов из 50 экземпляров. Модель была представлена в 2020 году в честь десятилетия партнерства с великим теннисистом Рафаэлем Надалем. Это одни из самых легких и прочных часов с турбьоном на планете. Их вес всего 30 граммов, включая браслет. Вес механизма 3,4 грамма. Скелетонизированный механизм основан на нитиевой сетке, которая напоминает струны теннисной ракетки. Толщина плетеного стального троса, из которого сделана эта сетка всего 0,27 миллиметра. Часы были проданы на аукционе в 2021 году за 1 миллион 820 тысяч долларов. На пятой позиции RM 5602, лимитированная серия из 10 экземпляров. Модель была создана для выставки Гонконг Watch and Wonders в 2015 году. Корпус часов, опорная пластина и мосты механизма выполнены из чистого сапфира. Такого в часовой индустрии не делал еще никто. И никогда. Заводной роликовый мост, турбион и сапфировый центральный мост полностью прозрачны. Производство только одного корпуса занимает в среднем 40 дней. Еще примерно 400 часов уходит на изготовление сапфирового моста. Часы были проданы на аукционе за 1 миллион 830 тысяч долларов. На четвертом месте RM 001, лимитированная серия часов из 80 экземпляров. Это часы с истории. Именно эта модель, представленная в 2001 году на выставке Basel World, стала прототипом тех самых Ришард Миль, которые мы знаем и любим. Достоверно известно, что сам Ришард Миль долгое время носил именно эти часы, чтобы продемонстрировать совершенство своего механизма с турбионом. А в то время считалось, что часы с турбионом опасно носить на руке, так как конструкция слишком ненадежная. Так вот, Ришард Миль бросил часы на пол за кулисами выставки прямо на глазах потенциальных покупателей, инвесторов и партнеров. Тем самым повторив легендарный жест Абрахама Луи Бриге. Ритейл первой модели был 135 тысяч долларов, и все 80 экземпляров разлетели, словно горячие пирожки. Часы под номером 001 были проданы на аукционе за 2 миллиона 300 тысяч долларов. Итак, впереди тройка самых редких и дорогих часов, и на третьем месте RM 6702. Вот уже более 10 лет Ришард Миль поддерживает партнерство с автогонщиком Шарлем Леклером, который помогал бренду тестировать новые технические решения для последующих моделей с помощью этого прототипа с референсом RM 6702. По словам создателей, задумкой было создать наручные часы, которые будут способны образовать своего рода симбиоз их владельцам. Вес часов составляет всего 32 грамма. Модель идеально подходит для самых разных видов спорта. Часы были проданы в 2021 году на аукционе за 2 миллиона 310 тысяч долларов. А новый владелец получил также два билета на грядущий Гран-при Монако Формула-1, а также возможность встретиться с Шарлем Леклером в качестве вип-гостя в Скудере Феррари. Итак, на втором месте RM 5601. Это лимитированная серия часов всего из пяти экземпляров. Часы были представлены в 2013 году. В этой модели использовали все инновационные решения, полученные в ходе работы над RM 018 Amasha Boucheron. В основе конструкции часов лежат три части корпуса, выполненные из отдельных блоков сапфирового стекла, что делает часы практически полностью прозрачными. Обработка трех блоков корпуса производилась на специально изготовленном под это дело станке и заняла полных 40 дней работы. Еще 350 часов ушло на финальную полировку. Конструкция часов создает впечатление, что механизм парит над запястьем владельца. Часы были проданы в 2022 году на аукционе за 4 миллиона долларов. Ну и подошло время для победителя нашего обзора из самых редких и интересных часов. И на первом месте RM 5201 Skull Turbillon ванитас ванитатум или суета сует. Эта модель представляет собой симбиоз двух важных инноваций концепции Ришар Миль. Конструкция черепа RM 052 Turbillon Skull и эффекта прозрачности часов RM 5601. Еще большей редкости этим часам придает коричневый цвет сапфирового корпуса. Кстати, а почему так часто в своих флагманских моделях Ришар Миль использует череп? Как заявляют в компании, цель часов напомнить владельцу о необходимости сделать паузу, осознать бренность мира и в то же время по-настоящему ощутить настоящее, ибо все мы смертны. Данная модель изготавливается на заказ для самых особых клиентов. Встретить их в продаже на вторичном рынке практически невозможно. Часы были проданы в 2020 году на аукционе за 7 миллионов 300 тысяч долларов. Друзья, какие часы вы бы забрали в свою коллекцию? Пишите в комментариях, стоят ли они своих денег и обязательно предлагайте, возможно, новые обзоры и пишите, что лично вам было бы интересно. Меня зовут Дмитрий Каратаев. Подписывайтесь на часовой салон Хроноскоп в социальных сетях и до новых встреч! Цените свое время!